Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться коротким рецептом домашнего майонеза. Например, есть у вас дома блендер, вот такой обычный, железный. Нужно сделать салатом майонеза. Нет, забыли купить тогда, что делаем. Берем молоко, например, в пропорции 100 мл молока, желательно стерилизованное или кипченое. Не пастеризованное молоко, потому что долго потом вам будет храниться. Так вот молоко и 200 г подсолнечного масла. Посмотрите, консистенция. Нужно еще пол ложечки соли, ложка сахара, две ложки уксуса и ложка горчицы. Вот такая вот машинка, блендер. Вот консистенция получается. Сделали мы, видите, чтобы вы понимали, что получается. Если вдруг не густеет, взбивать несколько секунд, до минуты. На блендер у меня, допустим, Тефаль, взбиваю я на 600. Минута или там минута. Если не густеет, можно чуть-чуть добавлять подсолнечного масла. Вот как было у меня. Я в этот раз взяла 100 мл молока, 200 мл подсолнечного масла. Ну и сразу не загустела, надо было еще добавить чуть-чуть. Вот представьте, вот такая вот консистенция получается. Несколько секунд и все. И не надо бежать в магазин. Видите, вот такая вот консистенция. Очень быстро. Одна минута и готово. Что-то в салат, остальное будет храниться неделю как минимум. Ничего не пропадает, ничего не скисает. Размешиваем. Вот домашний майонез. Ничем он не будет отличаться. Очень-очень вкусно получается. Если кто-то любит больше соли или сахара. Но для меня пол ложки соли и ложка сахара чайная. Это идеально для 300 мл, 400 мл майонеза на выходе. Все, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok